Восторженная тишина, смущенные улыбки, красочные костюмы и реквизит. Бурные аплодисменты из зала. Во Дворце детского творчества стартовал финальный показ театрального марафона профессий. В этом году он проходит в четвертый раз. Для участия в темпе малыши из детских садов и школьники из начальных классов вместе со своими родителями готовили красочные выступления. Вообще хотелось, чтобы дети с родителями вместе придумали какой-то сценарий, обсудили особенности той или иной профессии, показали интересную ее на сцене, почувствовали себя в роли актеров, то есть познакомились и с театральными профессиями, и представили какие-то другие профессии. Всего участие в конкурсе принимало 15 команд. Основной состав участников – дошкольники. На подготовку к выступлению отводилось чуть больше двух месяцев. Необходимо было показать особенности той или иной профессии, используя при этом орудия труда. Причем и профессию, и предмет определяли в ходе жеребьевки в декабре прошлого года. В этом году мы пошли на эксперимент. У нас сначала была жеребьевка, в которой выбрали профессию, и предмет, который нужно обязательно использовать при показе. То есть это либо орудие труда, либо инструмент, с помощью которого тот или иной мастер работает. И были некоторые сочетания, на первый взгляд, кажущиеся странными. Ну, например, мастер по керамике – перископ. Затем настало время написания сценария. Подготовки реквизита и репетиций на домашних площадках, в актовых залах, в детских садах и в школах. 2020 год народного творчества, памяти и славы, и в том числе год отца. Все это удивительным образом нашло отражение в номерах участников. На суд жюри представили военные профессии, где мужская роль неоценима, а также ремесленные творческие. Мастер по керамике, художник, эстрадный певец. Декорации и костюмы впечатляли разнообразием. Все это с любовью создавалось руками конкурсантов. Мы тщательно, каждый год готовимся, тщательно прорабатываем сценарии. Сценарии у нас авторские, эксклюзивные. В них много очень души, эмоций. Сегодня мы будем мультипликационными героями. Наверное, по костюму вы догадались. Сразу понятно. Любимый детский мультик. Да, это лунтик. Совместное творчество объединяет и мобилизует семью. Особенно трогательно, когда на одной сцене выступают дети со своими мамами и папами. Юные актеры, врачи, ремесленники, космонавты и солдаты смогли преодолеть волнение и справились с задачей на отлично. Жюри определит победителей и призеров театрального марафона профессий и выберет лучших исполнителей. Церемония награждения состоится 6 февраля во Дворце детского творчества. Юлия Богоносова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.